Почему русские празднуют сначала Новый год, а потом Рождество, я вам расскажу в этом эпизоде. Празднование Нового года в России имеет весьма непростую историю. Изначально это был церковно-государственный праздник, который приходился на начало сентября. С 15 века главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. Богатые люди в этот день раздавали нищим обильную милостыню. Посылали еду, пироги, калачи, пряники. Однако в ходе реформ Петра I празднование Нового года было перенесено на 1 января, как это было во всей Европе. А Рождество Христово отмечалось тогда за неделю до Нового года, то есть 25 декабря. Но в 1918 году этот порядок был нарушен, так как имела место еще одна реформа календаря. Перешли на Григорианский календарь, который на 14 дней опережал Старый календарь, а Русская Православная Церковь осталась при Старом календаре. По новому календарю Новый год в России стали отмечать уже на неделю раньше Рождества, то есть 1 января по новому стилю. А Рождество 7 января по новому стилю, хотя по старому стилю это и есть 25 декабря. И что интересно, в России Новый год празднуют два раза. По новому стилю 1 января и 14 января. Как раз 1 января по старому стилю, да и говорят на этот праздник Старый Новый год. Поэтому в праздничных поздравлениях православные россияне сначала поздравляют друг друга с Новым годом, а потом с Рождеством. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова